Девушки отдыхают 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 Да ладно, бегут все-таки под Б. Интересно, что АВП играет по даблентам. Мидл занят через коннектор, контролируется и очень много информации. Насобирался сейчас в АВА, видит одного, второго, должен бы видеть дуо, но не заметил. Вот эта невнимательность может очень дорого стоить команде Винкс. Тут же параллельно выход из ямы. Хао Кинг уже даблкил оформил. И вот он коннектор. Второй спиной вообще без информации. Как долго почему-то китайцы на китайском друг другу говорят инфу? Я не знаю. Слепые, глухие. Все сразу происходит. Ошибка на ошибке пока что у нас на карте Мираж. Причем что от одной, что от другой команды. Так, тут можно еще сделать нельзя дефьюз, в принципе. Ну, если бы он знал, что оба в яму убежали, наверное, этим бы занялся. Но он не подозревал, что настолько неординарно поступает Гоуэли. Неплохая моменталочка. Правда, игрок спиной не успевает развернуться. Дым. Ну и логично, что... О, дружище, что по смокам? Нормально, раскинул. Ну, не ожидал. Очень интересное было решение так отыграть. Да, очень интересный был смок. Смок вообще потрясающий, как и все в китайском контрстрайке, дорогие друзья. Ну, далековато. Просто далековато. Такой он еще начал дефить. Ну, ладно. 3-1. 3-1. Гоуэли. Ну, где-то за счет везения, где-то просто проперлись. Но первый раунд в атаке забирают. Казалось, что сейчас отдастся игроку в андерпассе. И все будет понятно. Но его просто не заметили. И Винкс раунд слили. Ну, что-то вот пистолеты Винкс не настолько хороши. Я бы сказал, совсем не так хороши, как у Гоуэли. И остались ЦЗшка и П-250 против всех пятерых игроков команды атаки. Но тут у них в этом раунде шансов мало. Атакер все-таки смог реализовать ЦЗ. Но это уже так. На прощание, можно сказать. Да, при этом ХЕшка все еще у атакера имеется в активе. Ну, да, использовать он ее уже не успевает. 4 ХП на счетчике здоровья у одного из бойцов нападения. И тем временем они уже выиграли второй раунд. У Винкс появляются деньги тем временем на АВП. Причем еще есть МАКС-7. Судя по всему, реакшн будет играть под Б. Думаю, с таким девайсом. Либо пойдет куда-нибудь пушить дворец. Посмотрим, что решат делать игроки команды защиты. Скоро мы это увидим. Ну, как мы видим, бомбы в респауне. Гоэли не рассчитывают на какую-то аркаду, врыв и плент. Пытаются просто выйти на стрельбу, пока размены в центре один в один. Атакеры Кимейстер сделали по одному минусу каждый для своих товарищей. Ну и все более-менее тихо. Интересный выход под БМ. Флэшка не заехала. Но вот Хао Кинг почему-то не вел никакой огонь. Просто выходил, погибал. Ой, МАКС-7. Вот она реализация МАКС-7 на высшем уровне. Последний Кимейстер против троих. Причем два ВП на руках зачем-то. Ну, непонятно. Пожадничали сейчас немного игроки команды Винк. Одно ВП им принесли, поэтому решили сейвить. Но тем временем все-таки раунд заканчивается. То есть по одному, по одному сейчас развалились Гоу Эли. Соответственно, плент не был установлен. Поэтому закуп на последний сейчас у звена атаки. Это будут все-таки калаши. Но мы видим, конечно, буквально по 100 долларов остаются у Гоу Эли. Это результат не очень клевый. Особенно с учетом того, что, ну, вроде бы начали делать стрик. Но он был коротенький. Всего лишь из двух раундов. Ну и вот, очень важный раунд для Гоу Эли. Заняли позиции под А. Бомба все еще находится на Терриспе. Как-то игрок под Б, я не знаю, побегал, навел Шороху и ушел обратно. Здравствуй, опенфраг. Диджей просто такой на ноге. Что, как у вас, диван Апленте спросил. И отдался. Ну, странный выход Гоу Эли. Поначалу они, казалось, раскинут плотно и будут выходить дефолтно на А. Потом бомба побежала в Б. Потом снова вернулись на А. Ну и что-то на всех этих перемещениях потерялись. В итоге террористы. Размен только сейчас есть. Но мы видим 6 хп. Никакого эйса тут не будет. Счет становится 5-2. Винкс. Ну и задача раунда в минимум 10 сейчас. Настрелять в то время, как у Гоу Эли дела идут явно не лучшим образом. Вынужденная Эко вновь бомбу не ставили. Ну и если в атаке не плентить, то можно встретиться с той же бедой, с той же проблемой, что и на Инферно. То есть раунд Эко, раунд Эко. Пока собираются идти под Б. Ну и что, неужели быстрый выход пробуют? Ну там глоки, то есть там даже не по 250-е. Поэтому, что бы ты там ни придумал, бить будет крайне проблематично. Мы видим фулл раскид, куча молотовых, куча флешек дымов у Винкса. И в принципе, такой отряд смертников сейчас у Гоу Эли побежит в отчаянные штурм базы Б. Сюда же второй смоук залетает. Ну два дула. То есть вот так вот можно зажать, сделать красоту атаки. Ой, пропустил двоих, между прочим. Да, разминулся, разминулся. Не было информации. ЦЗ-шка в бое. Неплохо на самом деле просочилась эта парочка игроков Гоу Эли на бенч. Но, как мы видим, прибежала быстрая хелпа. Вернулся от таки РСБ дома. И счет становится 6-2. У нас с вами на табло. Ну, не очень Гоу Эли смотрится на мираже. Не хватает чего-то. Возможно, сейчас на девайс нам смогут продемонстрировать что-нибудь интересное. Мы видим такая плотненькая раскидка смоков с респауна. Игра, по крайней мере, в попытке играть от центра. Но вот это АВП они не закрыли. Смоук не долетел до окна. А ребята уже второй раз не добрасывают этот дым. И при этом выходят с абсолютной уверенностью, что дым лежит. Второй дым причем тоже был достаточно кривой. Через него можно отыграть. Ну да, раунд мидл. При этом не уметь прокидывать смок с респауна. Это, конечно, беда. Гоу Эли не до конца отточили карту мираж. Где-то, примерно знаем, тут с мусорки наводишь где-то в центр. Что-то делаешь и дым в окне. Но нет, не все так просто, как хотелось бы. И в итоге раунд 2 в 3. Еще даже как-то умудрились разменяться. На самом деле Гоу Эли с таким ужасным раундом. Ну тут реакшн. Уже поджал во дворец. Собрал много информации. Сбивает бомб Кэрри. И последний игрок атаки. Ну что ему тут делать? 40 секунд. Ничего, ничего не делать. Можно пытаться просто выживать, сейвить АК. Потому что возвращаться за бомбой не вариант. Но его довольно быстро находят. И это уже семерка. Для коллектива Вингз, Гоу Эли. Ну, должны уже, наверное, делать форс бай. Потому что все-таки бесконечный эко. Это невозможно. Но есть 3000. Это просто армор Галил. Да, чем, в принципе, занимаются сейчас террористы. Хотя вот, что-то не разобрались. В итоге эко или нет. Один парень закупил Галил. Да. Форс-форс бай. На плохом тайминге. Что-то все стоят. Респаун. Ну, растеряно выглядит на самом деле атака Гоу Эли. Если выйдут быстро на А, то еще могут поймать для себя удачный тайминг. Там пока что только один игрок защиты. Че по Зиге, че по Хе. Ох. Ох уж эти китайские операторы. Мастера своего дела. Ну, мы видим. Все-таки тут будет Аркада Ямы. При этом Винкс, по идее, в Тридула встречает. Хотя пошел чекать окно. Игрок из джангла. Начинается минимальная подготовка точки. Есть прокид. Ну и все. Больше флешек самоков Гоэля не могут себе позволить. И че-то сами себя флешат Винкс. Ну, ладно. Усложним задачу. Реакшн. Да, реакшн. Савчик. Тут уже снайперы должны делать свою работу. Реакшн двоих забрал. Дальше отдается у нас Кимейстер. Ой, последний патрон в Дигле. И это минус 4. Будет ли Эйс? Нет. Не получалось забрать пятого. Ну, Кимейстер. Замечательно, отыгрываясь с Диглом и на Инферно. И вот теперь на Мираже отметился отличным владением этим пистолетом. Но только одного Кимейстера недостаточно для того, чтобы Гоэля брали раунды. Парень уже выкладывается на миллион процентов. Ну, недостаточно. Нужен Эйс. Нужен Эйс. Квадро. Это мало. В каждом раунде. Да. Тогда будет камбэк. Ну, пока мы видим 8-2. Что-то в нижней сетке. Несмотря на, казалось бы, ну, то, что должна была быть. Равная борьба. Что-то ее не видно. Первая пара 2-0. Тут, судя по всему, все идет к этому же результату. Ну, а что там по верхней сетке? Тайлу, скорее всего, тоже 2-0. И только вот следующий, третий Бо-3, может быть, подарит качели. Хотя, ну, мы видим тут пока что-то китайский КС бескомпромиссный. Ну, там Сайбер Дзен против Алгеймерс. Мне кажется, шансов даже больше на 2-0, чем у Тайлу. Ну, посмотрим. Все-таки Алгеймерс. У них толстовки. У них там все со спонсорами. Если есть толстовки, то уже без шансов. Ну, 9-2. Тем временем у нас на экранах карты Мираж очень односторонние. За сильную сторону. Винкс на своем пике, на своей половине. Действительно, очень выглядят впечатляюще. Ну, а Гоу Эйли не ставят бомбу. Из-за этого не могут купить АВП. Мы помним, насколько суров Диджей. Насколько он хорошо владеет этим девайсом. Но просто не дают его даже купить. И он особо не копит деньги. То есть, ну, за этот стриг можно было отыграть лишний раз с Глаком. И хоть как-то попытаться купить себе снайперскую винтовку. Но мы видим тут уже как-то руки опускаются. У Гоу Эйли. И заявочка на 10-й раунд от команды Винкс. Хоу Кинг просто на кураже забирает ай-яй-я. Также Диджей минусует еще и Карс Амейзинга. О, куда-то поезд. Непонятно, парень Вандер. Залетает минус еще по одному игроку команды Винкс. Работает снайпер. Но мы видим, где бомба. Бомба будет ставиться в Б. Конечно, задача как-то эвакуироваться, видимо, Ким Мейстру. Но он пошел на контакт. Еще и сделал этот минус. ВП. Да, ВП в руках реэкшена оставалось. В итоге он его просто приподнес на блюдечке. Игроку команды Гоу Эйли. Ну и вот сейчас, сейчас как раз то, что нужно. Выиграть раунд. Оставить без экономики Винкс. И можно 9-5 делать счет. А там, может, как-то и на 9-6. Посмотрим, получится или нет. Деньги еще есть. У Винкс, конечно, взяли много раундов. Хотя вот Айяя уже с 5-7 играет. Да, денег было немного. Закупились в ноль. Две пары китов. Раскидка средненькая. Ну и, как мы видим, одного девайса в закупе не досчитались. Винкс. Но, тем временем, сплит-пуш-по. Да, такой откровенный сейчас показывают Гоу Эйли. Правда, дым и окно, и коннектор закрывает. Из-за этого решают чуть-чуть повременить. Что-то коварное. Задумали. Подсадка в окно, выход в коннектор. Все сразу будут делать. Может сработать. Хотя, ой-ой-ой-ой. Лави делает минус один. Погибает диджей. Флешка отличная. Но, правда, не ослепила. Но в 5-7 законтролил. Мы видим игрок с тегом Ай-яй-яй. С никнеймом. Но, тем не менее, 2 в 2. Вот тут Яма, конечно. Позиция хорошая. Его потеряли. Была какая-то информация, но она очень устаревшая. В итоге Хлупа, правда, еще только добирается. Но Ай-яй-яй тут выглядит уверенно. Хау Кинг. Вот так Изи завершил за раунд. Просто не ждал. Не думал почему-то, что выйдут с КТ. И десяточка уже есть у Винкс. Вполне вероятно, что будут все 12 оставшиеся раунды уходить друг за другом в копилку команды защиты. Да, так как Гоэли взяли один и проиграли сразу следующий раунд, то, соответственно, экономически они просели. И это будет ЭКО. Ай-яй-яй. Отличный чек Пелоса. Дал первый минус. Тут же Хаешка в Бэддом. Крайне неприятная попытка выйти с бомбой. Ну, уже опричена, по-моему, на провал. Тут, как мы видим, все чекается, все контролится. Без арморов штурмовать просто в лобовую можно, но результата не будет. Ну, снова смотрим яму. Там никого, судя по карте, но да ладно. Кимейстер на респауне. Бомба в Б. Ну, и Кимейстер бежит к кимейтам. На приеме Карсомезин страйдал. Забирает двоих. Несует и третьего должен, по крайней мере, атакер помог. И все-таки расправился со своим оппонентом. Кимейстер. Дезертыгл. Сейчас эйс будет. Ну, хоть сейчас уже. Пора. Одного убил. Так, мы видим, его уже давят Сандера. Патроны не бесконечные в дигле. Зачем брать пистолет, непонятно. Но очень хорошее попадание. И, как мы видим, счет 11-3. Такое чувство, что они проигрывают. Судя по первому парню. Он такой, блин, как так-то 11-3. Мы же ведем супер серьезный, на самом деле, Винкс. Ну, а у нас последний раунд первой половины. Гоуэли все-таки не дотащили до лузового минимума, даже если выиграю сейчас эту разыгровку. Ну, как-то вообще у них мираж не получается. Судя по всему, карта должна быть быстрая. И я не знаю, насколько надо фейлить в атаке для команды Винкс, чтобы все-таки отпустить свой пик. Непонятно, что у нас, почему дым в окно не залетает вообще никогда. Тем временем начинается первая серия разменов. Ну, вот этого партизана в смоках. Тут, конечно, не ждали Гоуэли. Сделал даблкил. Лави. И это уже третий минус. Ну и бомб керри. Прошел все-таки в Б, поставил. Но это должен быть очень жесткий клач, чтобы вытащить на счет 11-4. Ну, его не будет. Да, просто с пистолетом вышел снайпер команды Винкс и выиграл 14-3. Половинку сразу пошли твиты в телефон, пошел чек чата, такой традиционный для китайских команд. Ребята просто не могут без своих телефонов. Буквально каждую свободную секунду проводят там. Ну, по крайней мере, один-два в команде точно такой найдется. Залипалово идет. Остальные просто альтапятся и сидят с компом вообще в наглую. Ну что, ждем второй половины. Если пистолетку не втащат Гоу Элли, то это будет уже заявочка на счет 2-0 от команды Винкс. То есть там, в принципе, ну, с одним девайсным камбэктом из 10 раундов навряд ли оформят. Поэтому нужно собраться именно во второй пистолетке. Гоу Элли все-таки мираж. Ну, вчера играли неплохо, сегодня на порядок хуже, возможно, неудобный соперник. Напоминаем, что это второе БО-3 на сегодня. Впереди у нас матчи все-таки верхней сетки. И вот там вот, возможно, команды покажут нам более высокий уровень. Все-таки вчера большинство из них выиграло со счетом 2-0. Это будут поединки CyberZen All Gamers и BornoFire против Tai Lu. Такой у нас сегодня график. Четыре БО-3. Второе, походу, будет заканчиваться. Ну, да, мало шансов, что мы с вами посмотрим третью карту. В этой встрече, я думаю, уже совсем скоро тут будет окончательная расправа над Гоу Элли. Может, еще возьмут пистолетку, поборются. Но все равно три раунда всего-то взять за атаку – это очень и очень мало. Да, тут, конечно, печально прощаться с китайскими командами, но их уже осталось семь. И, судя по всему, минут через пять их останется уже шесть. Из лузеров вылетают как семечки. Коллективы, дикшенери, уже поехали на метро домой. И сейчас к ним могут присоединиться Гоу Элли. Ну, и, конечно же, мы уже сегодня узнаем имена финала Винеров. То есть, там как бы финал Винеров, потом уже гранд-финал. То есть, по факту, Тайлу могут выиграть сегодня, завтра, послезавтра, и все. Ну, или это будут Сайберзен, или Алгеймер. Ну, ладно. Давайте смотреть. Вторая пистолетка. Винкс атакует. Команда Гоу Элли держит деф. Три армора. Раскидка одни киты. Есть же. Мне нравится диджей, который как бы в атаке, находится в окне с первого раунда. Вот сейчас на другом компьютере, с другим худом, все нормально. Все работает. Гоу Элли, вот и серия минусов. Замечательное начало. Прорвался через джангл Лави. Ну, что-то никого не нашел. Наконец-то стрезал диджей. Подбирает пистолет. Но тут его, да, уже, конечно, разобрали на запчасти. Но что-то тут звено ПЛС плюс Яма. Активизировалось. Дали по минусу. Раунд 2 в 2. Напряженненький. Так. Под ногами вдруг неожиданно обнаружил парень. Надо уже давить вдвоем. Ой-ой-ой. Очень опасный момент. Буквально, ну, совсем на грани фола все происходило. 5 хп у последнего игрока. Команды атаки. Но, тем не менее, факт остается фактом. 13-3 счет. Пистолетка взята. И, судя по всему, матч-поинты уже начнутся совсем скоро. Да. Ну, вот хотя бы приняли решение вместе действовать игроки Винкс. То есть, не было такого агент ставит. Второй пошел давить. В итоге непонятки. Все-таки вдвоем разыграли четенько, красиво. И сделали этот раунд вместе. 13-3. Ну что, мы видим, конечно, скаут. Но тут замечательный контроль спрея. Лави во второй половине тащит. Чикс на стерзах. Есть разминчик. Но это, конечно, лебединая песня. Там оставалось 12 хп у представителя Гоуэлли. И тут же Лави. Отличный трипл килл. 14-3. Это будет эко. И там уже целых 12, по идее, матч-поинтов должно быть для Винкс. Ну, тут, откровенно говоря, на Гоуэлли можно ставить крест. Ставить им двойку по контер-страйку. Отправлять на повторный курс. Как-то у ребят на ланах ничего не получилось за слот. Изи-каточка на карте Мираж. Опять успол. Вообще, на что не хватает команде Гоуэлли. Нам показывают Кимейстра. Просто любуемся последними секундами присутствия его в чемпионате. Ну, а тем временем Винкс уже вышли под бета. Такое чувство, что уже когда все понятно, операторам самим уже лень что-то переключать. Ну, та-та-та, уже все. Включили кого-то и ушли. Сами разберутся, ребята. Да, там сверху, справа смотрите фраги, кто кого убил. Ну, и тем временем, вот они те самые 12 матч-поинтов для команды Винкс. Первый, он же, возможно, последний раунд для команды Гоуэлли. Сдевайся мне в руках, конечно. Ну, смотрим. К чему все это приведет. Есть и ВП, Диджей. Посмотри на это. Просто врыв на Б. Надо придумать какую-то красивую точку. Решили Винкс. И такие, оп, раш. Полетели. Сделали первый минус. Тут еще живет. Килиса живет. Игрок на Б. Но такие его разгребают по деталькам. Три в три ситуации. Да, спокойненько. Нет, решили не ставить бомбу. Что-то на каких-то изменах непонятно. Шарта вроде бы тиммейт. Господи. А где? Кто? Как? Что? Все-таки 16-3. Винкс без проблем забирает свой пик. И проходят дальше уже по нижней сетке. Где встретятся с проигравшим в паре между Тайу и Борно Фаер. Да, жим. Ну что, прощаемся с Гоуэлли. Парни показали нам вчера неплохой КС. Сегодня было совсем все печально. Слились 2-0. Но, тем не менее, как мы видим, школьники по 14-15 лет еще проявят себе, я думаю, в следующих сезонах старт серии. Ну да, у нас следующий на повестке дня матч CyberZen против FullGamers начинается. Он у нас через час должен. Так что пока что перерыв на кофеек. Там пообедать кому что. А потом возвращаемся и смотрим дальше китайский Counter-Strike.